ладно что тогда я предлагаю начинать наверное король дизельзак до следующего раза будет справляться своей техникой потеститься и присоединиться к нам следующей партии у нас по факту только двое да вам конечно придется тяжело я вас верю проблем в том что вы уже какой-то не было бы иронично накладывать пока божит к эльф на может вы маги только по мудрости пока что умудренные опытом знаете о том что магия есть баги в зарастрийском смысле и так путь наш начинается точнее продолжается мах крон и гном спаслись из тюрьмы чудом вышли на темные улицы города кроны гном юркнули в один из переулков а эльф а рэнсвент остался и тут возле одного из домов мах рэнсвент видит двух людей один из них мах мах 2 эльф как вы выглядите опишите себя пожалуй начну себя в высокий то есть высокий тощий человек с такой жиденью жиденькая бородка которая по которой чайно пытается быть кустистый но шанса на это не на это не велики в темном плаще расшиты символами и низко надвинутый капюшоном я выгляжу не совсем как классический хотя не самый низкий но имею лишний вес за что видимо был выгнан из своего клана свое время достаточно описание внешности на мне свободные бриджи и куртка до середины бедра добрых выглядит странно и так рэнсвент видит немножко разъевшегося эльфа и еще одного странного человека ваша задача объединиться в партию что вы делаете собственно оглядываюсь нет не походит мимо мимо какой-нибудь какой-либо стражник и умный улицы темны вот никого не слышно лишь изредка где-то в одном из дворов воет собака ну что ж в таком случае подхожу чуть ближе к к этой группе и заработать не хотите ты кому предлагаешь заработать но собственно я думаю что обращаюсь все к скорее 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 пространство таксика вжимаясь в стену и готовый случай чего драпать мы выглянем неужели настолько плохо чтобы ты предлагал нам какую-то работу а сколько плачешь а сколько найдем а сколько найдем а это за это зависит от того насколько у насколько у человека хорошо хорошо шли дела точнее совсем человека предлагаешь нам кого-то ограбить нельзя грабить мертвеца это нельзя то у тебя есть какие-то на этот счет сложности ну да 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 поэтому и поэтому предлагаю проразить эту вкладчину заманчивая идея вам известно что буквально недалее как сегодня сегодня с утра в городе убили одного трактирчика ну я что-то слышал об этом я как раз хотел зайти пожрать но трактир оказался закрыт так вот это хорошо что дни и не рекомендую не рекомендую есть я думаю что это кажется что убили его за дело а самое главное что ну что наверное у него осталось касса пока вы ведете чинную светскую беседу со стороны одной из улиц раздается шум переполоха слышится дикий крик заключенные сбежали на том конце улицы начинают сжигаться факелы слышен собачий лай а я почти верю что что нужно продолжить разговор ков день день в более другом месте то есть это там ищет тебя я этого не говорил но я это предполагил может зажигаются больше факелов и видно как огромная толпа идет вашу сторону они вас еще не видят но скоро вы столкнетесь нос к носу но самое время соответственно уже заканчиваю фразу стараясь не шуметь не с не стучать клубками по мостовой соответственно в скрываться в тенях нужно двигаться переулками если такая если в этом городе возможно ну я следую за магом вы ныряете в темный переулок и пытаетесь скрыться от преследования толпа доходит до поворота и один из стражников кричит кажется они пошли туда они продолжают идти по вашему следу ваше действие слушает обращайся к эльфу а ты местный город знаешь это пришли отлично вы бежите продолжаете бежать по проулку где-то впереди он заканчивается но там опять замелькали факелы это плохо толпа с двух сторон начинает приближаться к вам но есть еще один узенький и темный проулок где вы можете скрываться а насколько насколько здесь все в высокие здания достаточно высокие двухэтажные на второй этаж нависает над первым будет очень трудно забраться по зданию вверх возможно где то есть открытая дверь ну я думаю что хотел хотел как раз про его проверить и они при двери запрет открыто и начинаешь вере все которые вы начинаете дергать двери одну за другой но они все крепко заперты вы доходите до конца проулка и он оканчивается тупиком могу ли я использовать заклинание голоса ты можешь конечно использовать заклинание голоса но тут ты замечаешь что одна из дверей тихонько отворилась и кто-то машет вам свечой маг у нас нет выбора либо туда-либо чем факелом ну в общем без слов я бегу за ним перед вами фигура человека она очень худая и скрюченная одета в серую хламиду он поворачивается к вам спиной и следует вглубь двора ну идем за ним до вариантов они пока что не сильно много вы следуете за фигурой и видите что вокруг растут деревья это что-то вроде сада с одной стороны высится большое здание она темная серая и унылая но фигура вас ведет в пристройку каменная выйдет что вы делаете тут есть какие-нибудь в гербы или обозначение что за создание может все кинь силу на решетках да там есть символы креста на 5 крестоносцы ох ну зато зато теперь я знаю правильный ответ ошибчиво ошибчиво о том что если будет спрашивать за королем или за ник за ник выстину отвечать за короля хорошо а я в этот момент спрашиваю вот этого человека который нас ведет милейший а куда мы собственно идем он ничего вам не отвечает лишь продолжает идти ты обращаешь внимание на его лицо и видишь что вместо глаз два пустых провала я бы достал меч и воткнул ему в спину так что вы делаете ну я достаю меч и бью его и ну а кин на попадание так сейчас секунду на попадание нечего кинуть до 18 с бонусом силы там нотация это воскресенье знак к 18 и плюс 1 итак твой меч втыкается в фигуру она падает свеча падает и катится по направлению к этой каменной пристройки дверь которой приоткрыта что мы катится свеча по ступеням тогда тебе нужно проверку ловкости кинуть без пары если ты выкинешь больше десяти то ты ловко подхватываешь эту свечу но сейчас мы за насколько насколько я лог нет тоже с одним но нет я реча гаснет у тебя в руках но ты успеваешь замечать заметить что что ступень и ведут вниз а я могу сначала обыскать труп да ну я его обыскиваю есть у него там что-нибудь или нет а я пожалуй разожгутся учились по полу найдется чем и для того чтобы ну как не в темноте не в темноте ночью обжаривать тело может быть и видите на тену вот но я как человек этим свойствами не обладаю придумай а эльф находит массивную связку ключей хорошо забираю запиши себе набор ключей там как двор двор ничем не освещен то есть если на свет был и непосредственно этой свече да вы видите только ступени ведущие вниз и тут вы видите что толпа с факелами дошла до открытой двери которую вы забыли закрыть и начинает втекать во двор а она с факелами да да но в таком случае пока еще с их факелами осветили вот эту ведущую вниз дверь хотя это выглядело очень подозрительно еще тело валяется так берем берем тело и ты берем тело это берем тело и тащим это я тащим его в дверь забываем закрытие за собой дверь гулка захлопывается пламя свечи освещает коридор со ступенями уходящими вниз а там гизисов до закрываю его закрываешь массивный железный засов за собой а я приваливаю тело изнутри к двери на всякий случай а что если вообще пустые глаза он был слеп что зачем это была нужна свеча я хотел посмотреть его уже в посвете ты видишь что человек мертв и даже крови не вытекает из него зомби я не хочу показаться параноиком я плохое предчувствие возможно нам действительно не нужно вниз с другой стороны вариантов у нас пока что немного и как минимум нужно будет переждать ночь ну что ждем здесь не спускаясь вниз ждем утра с другой стороны если там обитает совершенно доблоте доблоте его товарища то не легко могут под ним легко могут подняться сюда давай сбросим его вниз может они удовлетворяться им но это может вызвать шум сейчас вообще лучше бы не 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 освещать цель по всему здесь все внизу должно быть что-то подобие но что-то подобие крипты скорее всего как и а в крипте обычно как раз кого-то хоронят что не очень хорошо зачем ты об этом сказал я боюсь мертвецов ну как тебе сказать предлагаю сейчас продвинутся вперед может быть найдется какой-нибудь выход выход в основной храм или что это такое с крестом оттуда уже может быть выбраться на крышу или хотя бы где-нибудь сохранится из-под земли на крышу ну нужна какая-нибудь вентиляция или может быть просто проход храм там же не все-таки наверное не спускались в крипту выходя выходя в дверь в пристройки ну согласен ничего стоять пошли я достаю меч снова и осторожно спускаюсь вниз вот я тоже пожалуй достану кинжал если будет где-то крылья поворачивать буду сначала высовывать все эти у кончик чтобы по отражению по отражению в клинке узнать что что приди вы спускаетесь все ниже и ниже пока не упираетесь в еще одну массивную дверь она заперта у меня есть набор ключей я достаю и пытаюсь подобрать ключ он сразу подходит замок громко щелкает и дверь со скрипом открывается заходим аккуратненько даже внутри все так же темно коридор идет прямо и вперед у нас нет выбора на стену что-нибудь есть ниши может быть надписи и каждой нет идем дальше неожиданно а пока вы идете доносится сильный порыв ветра это сквозняк дверь позади вас хлопает и защелкивается а свеча гаснет вы остаетесь вдвоем вокруг лишь кромешный мрак прекрасно мак держись сзади за мою одежду я левой рукой касаясь стены выставив меч который вправо и аккуратно иду вперед неожиданно твоя рука проваливается в нишу в нише что-то лежит я это ощупываю это теплое нет это холодно на ощупь как кости а на ощупь похоже на человеческий череп я ощупываю если там остальной скелет или только череп ты находишь еще один череп и еще один целая ниша наполнена черепами так так погоди у меня есть у меня есть идея кинжалом аккуратно отрезаю край своего деяния разлохмачиваю ткань и пытаюсь яблоком кинжала высечь высечь искру ударяем по по камню собственно чтобы она попала на этот свой импровизированный труд это уже зажечь свечу или хотя бы вот этими вспышками вот это скрыть понять что где вообще находимся и вот нет ли здесь щетки конди ожидаю сюрпризы у тебя не получается зажечь свечу потому что искр нет что я предлагаю как-то продолжать движение не стоять же нам трогаете черепа всю ночь вот да вы вслепую идете держать за стену дальше находите еще одну нишу там на тоже наполнена кости черепами нет там находится человеческие останки далеком плотью не только сухие кости а ну ладно тогда не забыть если когда ты будешь его свалить руки стоящую нишу что если тебя 3 секреты рукопожатием я вот в этом плане боюсь что может отодрать кости потому что если черепа бегать не могут то скелет вполне себе может стать пойти с другой стороны я боюсь что если я сейчас начну тут разгребать эти кости это будет сигналом что здесь есть живые люди и черт побери поны бегут практика показала практик моя личная практика показала что если тревожить кости то отодрать могут отодрать могут нос но что тогда идем дальше и начинаете двигаться дальше и твоя левая рука которая держалась за стену нащупывает проход налево а с правой стороны раздаются какие-то звуки похожие на хруст у нас нет выбора мы идем по по крайней мере я поворачиваю соответствии со стеной не отрывая руку от левой стены и никакого света да то есть сам не не отблеска от закрытой двери будто бы там с другой стороны факел ничего такого а это помешанная тьма вопросик движение воздуха присутствует да какой стороны прямо то есть мы сейчас находимся на развилке у нас идет коридор прямо и еще какой-то коридор пересекает этот коридор да но украина там т-образный перекресток мы сейчас и образные то есть у нас налево развить но какая-то этот уходит до проход а справа какие-то звуки и по идее прямо у нас еще есть промах я понимаю звуки нет звуки находит достаем доносятся до вас не прямо с правой стороны правой стороны мы можем по идее пойти направо прямо в смысле по идеал каким-то чудесным образом видимо проход узкий я понял что как бы можно идти туда но есть еще проход прямо но там же я бы когда пошел бы навстречу воздуху раз свежий воздух значит это выход куда-то на улицу концент да я я поддерживаю эту идею потому что один сквозняк здесь кажется сам разумным и подарить подальше от этих вот загадочных вот звуков да я хочу показаться трусом и так вы двигаетесь прямо действительно прямо есть проход стена идешь держать за стену или просто идешь прямо но после того как прошел перекресток взялся за стену чтобы ну не потеряться уж совсем куда-то кругами на право или за левую за левую вправо у меня меч от широкий проход то есть он держать за край площадок уже могу лет как раз коснуться рукой левой стены когда в левой я держу правой на правой правой когда вы входите ты можешь коснуться правой стены но когда вы входите то понимаете что попали в довольно широкое помещение я слюнявлю палец таким образом пытаюсь определить откуда дует воздух он дует прямо и стараюсь двигаться навстречу этому потоку ты идешь через широкое помещение ран свинт идет держать за тебя да да неожиданно что-то ты пина эльф пинает что-то ногой это камень пытаюсь нащупать ногой что там такое внизу это некое каменное возвышение пытаюсь на него взойти они почти не что-то саркофаг но она это прямо не настолько высокая ты шагаешь на него ну да ты наступаешь на край на некий вторая нога твоя не охот не находит опоры и ты начинаешь балансировать проверим хорошая ли у тебя ловкость тебе нужно бросить к 18 прибавить модификатор ловкости и выбросить хотя бы больше двенадцати плюс где у меня ловкость плюс 1 да у меня получается он не получит то что вы держите другой человек который стоит более устойчивая плюс 2 ты объявляешь что ты его пытаешься удержать ну да да чтобы не потеряться и соответственно когда почувствую что начинает завалиться вперед наверное схвачу крепче и вот и 15 ты балансируешь на краю колодца каменного колодца ну то есть я удержался я не упал да я схожу назад тогда и пытаюсь нащупать на земле какой-нибудь там камушек чтобы бросить вниз вокруг нет камушков когда я достаю одну монету и кидаю ее вниз монета пролетев некоторое расстояние дзынькнув падает на каменный пол на вас отчетливо доносится ее звук полетела она недалеко ну там секунда две-три ну пара ударов сердца достаточно что свернуть шею но недостаточно чтобы помереть шансы выжить конечно есть но не то чтобы велики и в темноте выбраться было так мог никуда не уходи я опускаюсь на четвереньки и держась рукой за край колодца пытаюсь его оползти вокруг нащупать может быть где-то цепь есть которая там через край пускается вниз или веревка оползаешь вокруг колодца но вокруг колодца нет никакой веревки ничего не лежит ты чувствуешь лишь неровные камни на его краях матча делаем дальше идем или пытаемся куда там нет я думаю что имеет смысл идти дальше потому что на самом деле возможно имеет смысл впереди дорогу еще ощупывать извержение вот очередных неких колодцев и прочих провалов а подобно слепому посыпаю с его трости ощупывать проход впереди мечом доползаю дамага он снова берется за меня я ориентируюсь на поток воздуха и аккуратно обходим колодец идем снова навстречу потоку воздуха вы обходите колодец и поток воздуха пропадает поскольку он шел откуда-то снизу отколаться придется вернуться а у тебя сила сколько довольно посредством всего а мы быть это плюс один ну какая я предлагаю сказать силы там 17 16 ты можешь сказать но я сильный человек или я понял я предлагаю во первых я наверняка тяжелее тебя поэтому я предлагаю тебя опустить в колодец на руках как бы да насколько возможно может быть ты достанешь ногами там до дна а я предлагаю перед этим сначала давай давай свяжем наши плащи это создать некое подобие веревки на случай если все-таки 2 удары сердца для полета монета это будет это явно выше человеческого роста наверное да единственный вариант пас попробовать но я не очень хочу вернуться назад и раздеть то труп я сейчас на учитываю вот эти звуки в коридоре я бы не стал бы пока возвращаться я не хочу лак давай но придется если маньки только плащи но и штанишки но я тебя не вижу ты меня тоже о чем ты подумал о чем ты подумал давай для начала свяжем плащи а потом пора если у него если не буду чувствовать его под ногами значит слишком высоко держи крепко потому что ну сам понимаешь хорошо вообще так что вы делаете ну связываем одежду делаю из нее веревку и я опускаю мага вниз а при этом должна быть в длиной в где-то в два с половиной человеческих роста это что на из плащей но я бы сказал это скорее своей длиной твоим ростом ну да плюс еще кто-то ну собственно под ней я нащипываю носками сапог край колодца пытаюсь спуститься вниз и при этом не сделать ой 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 о чем на плаще ну да связываем вместе два плаща на мой и и плащ эльфа он держит один конец этой резервной веревки я по ней спускаюсь вот вниз колодца и так эльф тебя держит а ты пытаешься спуститься когда ты спускаешься тебе что-то мешается из центра колодца пытаюсь нащупать это это оказывается веревка ой как удобно сообщи сообщи об этом наверх она забыла перед этим ее сильно дергаю чтобы понять она это закреплена или она или она на городе или может сейчас она действительно закреплена на перекладине переношу вес не свой вес на нее переносишь и собственно по ней уже более уверенно начинаю спускаться вниз опрички не хватает размаху рук чтобы коснуться стенки колодца нет но ты можешь ногами упираться руками нет и так ты переносишь вес тела на веревку и начинаешь упираясь ногами по веревке спускаться вниз правильно да по веревка это рвется она оказывается гнилой и ты падаешь благо что не с очень большой высоты прямо на каменное дно теряя при этом сейчас скажу сколько момент истинную 3 очка риска у неудачно упал до сотни по ощущениям лучше бы нет то есть колодец оказался глубже чем мы с тобой думали сейчас вместо такие скрыт глаз что наверное что наверное освещать здесь весь этот склеп насюда не добивает осмотрись там встаю и пытаюсь ощупать вот внутренность это вот каменного мешка не не в каменном мешке вот а понимаешь что из со дна колодца ведет в коридор в конце его видится тусклый свет ага видимо уже расцвело ну собственно сообща об этом наверх смотри веревка гнилая то есть по ней есть все такое но с другой стороны судя по диаметру можно даже попытаться упираясь ногами и руками в стенке колодца аккуратно по ним ползти да интересная идея монетку мой там поищи пока это монетка смысле целый золотой ну пока поищу пока он там дай посмотри не упасть на меня у меня все не очень хорошо будет монетку я пытаюсь руками нащупать ворот который над колодцем тебе это удается если на нем еще какой-то запас веревки огрызок свисает вниз а большой я вытаскиваю наверх большой ну и пытаюсь там сильно дергаю всем весом пытаясь проверить оставшийся кусок на прочность берег снова рвется черт ну в таком случае да мне приходится пытаться спуститься упираясь ногами и плечами в противоположную стенку пусть это не ты решил спускаться по камням до кенька 18 на свою ловкость я слышал их очень очень ловки сейчас проверим плюс один правильно я понимаю ты легко спускаешься на дно держать за камни и находишь там потирающего разбитые плечо мага это плечо называется копчик ну собственно отвязываю свой плащ от импровизированной веревки накидываю и указываю на отсветы света на отсветы вот впереди по коридору а вот и моя монетка восклицая я замечаю ее в углу и уже мах нашел и присвоил негодяй ну а вот твоя монетка спасибо ну что ж будем надеяться там на конце иногда на конце находится не никакая нити шутка которую который мне хватит силы силы улыбать я вроде выгляжу сейчас получше силы можете хватить у меня пойдем и что к утру все все это возня с поиском китом сбежавших траги миска не конечно никакого отношения она прекратится и так вы идете по коридору и скоро доходите до выхода наружу но что-то его перегораживает загораживает огромный kriegler у повесьте пожалуйста kriegler на карту какой он большой даже на картинку не помещается да похоже с kriegler накладочка у нас так было когда имена не совпадали возможно еще наш мы же этот видимо из темноты не можем пока разобрать как и так он представляет себя огромную хищную голову на щупальцах шипит увидя вас говорит хотите пройти заплатить и чем рига жил мои нужны деньги зачем тебе в этом подземелье деньги говорит конечно между золото ходите золото если хотите пройти зачем тебе золото ты же не ходишь по тавернам а ты жирный говнюк говорит он зачем тебе есть ведь и так необъятных пропорций что значит необъятных всегда есть толстеть куда еще ну может потолстеть тогда в обратном направлении ладно сколько тебе надо золото 25 монет откуда 25 вот я только что нашел золотую монету могу тебе ее дать можете съесть я могу заставить тебя съесть мой меч криммер обнажает зубы и стремительно приближается тебе чтобы укусить пока вы пока тварь отличина как отличина на эльфа маг как раз подойдя с ее скажем так затылка у него сзади там где проход заканчивается а за его полностью весь проход щупальцами перегораживает а ты видишь лишь огромную голову которая приближается стремительно к эльфу в таком случае я я хотел бы давить первым вам нужно бросить инициативу если помню какую до 6 вот у меня 5 мне надо бросить ну кому-то надо бросить из вас саму ответственному ну я пока болтаю макси до 6 металлы 5 о поразительное везение давай-ка перебросим ну давай только после вас и 3 сейчас я брошу ой жизнь не можно лучше бы не кидал и такого количества жизни вы брошу к реглеру не хочет отобраться риглер развивает пасть и кусает кого сейчас узнаем эльфа прекрасно хорошо попал а сколько надо то класс доспехов свой посмотри и посмотри как колью какое количество нужно для попадания это в лес и игрока но этот исполнился попал попал и так к реглер отнимает у тебя жизни коню серьезная последовательность и музыка такая грустная сразу заиграла да 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 что ты не хорошее предчувствие 2 2 жизни снимает осталось 5 теперь ваша очередь что же да вот собственно бью его своим серебряным кинжалом давай давай не попал так мне чтобы попасть до сначала до 18 правильно плюс него сила 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 имеется ввиду модификатор до михатор восклицательный зак к 18 плюс снова не попал криклер атакует в ответ тварь и жидовские подожди кого я немножко поспешил так у нас оказывается еще еще твое твое является эти 7 там отвратительно снова по эльфу наносит удар это хорошо ничего хорошего 11 не попал да судя по всему нет там полную сейчас нет эти нас 14 больше не попал ну что ж мы против антисемитизма поэтому объем был объем в ответ но вы не попал даст мастерство эльф размахивает своим мечом и 18 прямо по жирной голове хрясь наконец-то ок теперь урон до 6 да ну да там какие-то модификаторы нет наверное если у тебя нет дополнительных отниманий то наверное нет черт узнать длинный меч к 6 плюс 1 неплохо ну наноси удар 6 ты оставляешь на уродливой голове глубокую зарубку криглер потрясен а ну я вам там щу говорит и наносит удар по эльфу попался жирненький фатальный промах и пока вы сейчас выгодной позиции чтобы пасть бьет стену около криглера стабильно одно и то же по моему ты с ним заодно тоже не любишь евреев марк не попал это был мощный удар но он не попал а сколько ему но тут а вот и вопрос ну явно явно больше у него тут у него не прочная шкура и он ловкий криго ну-ка иди сюда эльф да ты издеваешься жирный говнюк мимо давай бей у тебя есть еще шанс вот да так вот и надеюсь на этот раз я все-таки попаду в него да ну что ж такое то а не попал не попал видео вообще видела и один и другой сейчас вы заплатите за это мага направляет удар не попал не какой-то он кусает до выращиваться от его зубов садишь в глаз кинжал вот да маг нет нет слишком слаб он это удар эльф снова бьет прямо по башке плюс 14 жизни криглер сильно ранен но он не дрогнул и наносит удару ответ по эльфу слишком мимо мимо это кто здесь еще и лишь грызанул его плащ вот не попал просто раз 15 было я не попал нутрально крепок очень-очень юркий такого удара вы еще не видели мак почему я без двоих объяснить вот я осуществляю поддержку морально видимо я отвлекаю ты попадаешь все все должно быть разрубает голову на две части из него брыжет мерзкая жижа а эльф получает за это 705 игровых у интересно если он здесь был добычу то он может быть он ее где-то хранил согласен надо дышаться и пошукать здесь и так более сейчас уже есть свет от свет из прохода и уже можно вот нормально до обыскать вы убили криглера видите что город где-то в стороне а вы выходите из пролезка обследование останков криглера ничего не дает но видите что из коридора что-то ползет что-то маленькое посмотрим ну давай дождемся в конце концов ползет сама приползет наверное вы видите что это череп который ползет за вами на паучьих лапках или что-нибудь говорит нет но он приближается я ему кричу надо головешка череп доползает до вас и ползет сторону идем за ним я хочу отрезать кусок от одну щупальца от этой головы и не кинуть черепа он ползет мимо щупальца и продолжает ползти куда-то в сторону неожиданно останавливаются возвращается к вам и снова ползет куда-то в сторону ту же самую меня несколько смущает то что вот уже вот уже второй неживой существует куда-то ухо и хочет нас куда-то отвезти интересно но свет на нашей стороне с будем посмотрим но если он был и пойдет дальше подземелье то вот конечно проблему примем про не будешься в подземелье он куда-то в сторону в лес но давай посмотрим ну то есть я иду за ним за черепно да и пожалуй я посидеть о линии и так вы идете за ползущим черепом и выходите на лесную дорогу я попрошу переставить фишечку вот город чуть-чуть сдвинуть вниз ну не не сдвигаясь красного фишечку поставить на вот вверх на клетку вверх да а город на место вот так да отлично так как мы вышли где-то из из-под городских стен да и ползете по лесной дороге но в целом то в лесу конечно лучше переждать ажиотаж связаны с поведом каких-то запрещенных которые напомню совершенно никак не связаны со мной еще бы а у тебя случайно в тюрьме ну ты все оружие нашел или чё ты не нашел из своего я нашел все к сожалению мои спутники куда-то куда-то делись сразу сориентировавшись а я как дурак остался посреди улице будем надеяться что и их не только удовлетворяться я не знаю кстати куда ползет череп дальше ли он остановился он продолжает ползти по дороге вы следуете за ним лес заканчивается и дорога продолжается вдоль холмов а холмы уже поросли густым лесом а вы идете в стороне от леса вот на одном из холмов замечаете старую башню она выглядит обитаемый или неживой она выглядит очень старый паучья голова точнее черепушка на паучьих лапах поворачивает и направляется к ней через лес окне идет дорога какая-то к старой башне нет дороги нет приходится пробираться через колючий кустарник я очень надеюсь что там найдется хуй подобие по еды потому что я последний раз обедал по ощущениям примерно никогда в городе пообедал последний раз что идем в сторону может ну идем на крюч кустарник цепляет вас за одежду и нужна определенная ловкость чтобы избежать царапин бросил проверку ловкости а можно использовать оружием как мячом прорубать правда можете прорубать проход на кустарник девушке плечей и рвет вам одежду киньте ловкость это 18 до 18 так 7 не 8 8 вам удается прорубать себе дорогу без того чтобы вас сильно расцарапали л16 эльф очень ловкий он ловко пробирается вообще по лесу ничто ему тут не угрожает родная себя обитанию всего то есть вот это матрик городские наехали здесь топчете нафиг поля и леса но я был сейчас к башне вы все пробираетесь и пробираетесь через меня не скрытник несколько смущает башни заросшие террорником если если там окажется каюк неожиданно выходите на поляну прямо у подножия холма с башней посреди поляны когда-то рос огромный дуб сейчас он полностью засох молния расколола его на две части и остатки расколотого ствола тянутся к небу словно длань мертвеца а прямо от дуба к вишине холма замечаете заросшую мощеную дорогу по которой идет этот паучья голова дуб совсем мертвый там у нее из корней него стоит много какой-нибудь новую новый росток не совсем мертвый причерневший кое-где даже обугленный игру желудей хотел набрать что ли но как я уже сказал меня у меня смутные предчувствия у меня вопрос почему к дубу вела мощеная дорога священный дуб суши он был здоровый был наверняка и любопытатель башни было дозволено гулять только до него можно вокруг дуба покопаться корнях может что-нибудь интересное найдем а у него было дупло нет а в корнях ничего там не премии не спрятано не найти ну ты ищешь да еще ты ищешь и находишь старые старые желуди они тоже высохли и почернели я спрашиваю мага будет ли он есть я хотел скажу меня есть видеть замечаешь ли замечаешь ли ты на мне у меня на лице пятачок или может быть у меня есть под плаща выхода вы выглядывает витой хвост пружиной отказывался пример раздеваться это я к тому что хотел бы все таки еды а не вот это вот все значит можешь еще потерпеть пошли и тогда к башне ну будем надеяться сейчас как раз завтракают если там кто-то обитает главное чтобы мы не пришли как раз виде завтрака да лучше было не ваку так вы идете по дороге и приходите к обветшал и башни на и вороты еще крепкие и заперты дубовой дверью наружу вокруг башни лежат куски гнилых досок и черепицы до паука череп его вокруг не видно сбежал зараза вышел послушайте дверь ответом или азовашина она вообще запрета да вы за не мечаете огромную замочную скважину у меня связка ключей осталось поэтому пытаюсь подобрать ключ замок щелкает и дверь отпирается то есть у того самого мертвеца был был ключ от этой башни я делаю могу приглашающий жест внутрь башни начал принюхиваюсь к посадок подверг открылась как нет пылью и плесенью кажется так лучше не рассчитывать но тем не менее шага шага внутрь внутрь шагаешь за ним и вашим глазам предстают покрытые плесенью столы на них перевернутые склянки колбы ри торты каменных нишах стоят пыльные бутылочки с мутными жидкостями на столе высохшие пучки какого-то растения со множеством небольших цветов на каждом винтовая лестница ведет на второй этаж и в подвал акты полегче пройтись пройдись по лестнице но для начала хотел хотел понять нет или нет или на полу следов призыва кого-нибудь начерченный клуб все вот это вот интаграмм кругов не видно ну в таком случае сначала заглянув вверх пытаясь пройти по по лестнице в случае там есть держатель для факелов до держатели есть а факелов нет с учетом тоже нет вокруг не видно свечей но достаточно светло свет проникает через узкие бойницы а отлично в таком случае стараясь держаться за стену и задержать крички хватает забирать его факелов если а вдруг лестница брушится а поднимусь наверх поднимаешься наверх и ходишь в другую комнату комнате отсутствует крыша внутри лужи сырость плесень в лужах повсюду валяются листы полуистлевшего пергамента центре комнаты лежит скрюченное истлевшее тело человека чтобы что на листах пергамента магические формулы письмена вообще не видно ничего все сгнило напрочь покрыла плесенью листы рассыпаются у тебя прямо в руках оставляя мерзкий запах обхожу тело и пока не приближайся к нему судя по одежде то вот человек в день их в день их мага или в кирпинах у него длиннополая одежда которая уже тоже изрядно попортилась плесень брук утра мысли доброе утро ты с кем там разговариваешь кричу я снизу гостей с хозяином башни к еще вниз смысле там есть кто-то живой а нет что значит нет а с кем-то разговариваешь ну технически еще я сейчас интересуюсь я врачей добром вижу обращаюсь добрым к трупу хозяина башня а тревшему голову на всякий случай мне кажется гости так не поступают и там чем съел к сожалению ничего у тебя от голода уже галлюцинации ты начал разговаривать с мертвыми напомню что напомню что мертвец нас привел к той самой крипте а не то живущие не сильно живущий ребенка даром сдать и башня этого мертвеца убить мертвец как не реагирует на на мое обращение нет в таком случае подойду аккуратно сначала коснуть его плеча ничего не происходит подергу его там проснись проснись дергаю за плечо и у него отвалилась рука и шмякнулась прямо в грязь в таком случае в таком случае просто обыски вот например если этому пульса и прочие драгоценности и соответственно не сохранилось ли у него там ходить что что-то не так сильно пострадал от сырости лисий плесень покрывает твои пальцы и тебя начинает немного подташнивать вытираю руки окрая 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 плащак хочет заниматься маги там готов готов погрузить руки руки по локоть во всякого всякое что я нашел что не ценное нет достаточно спускайся вниз спускаешься вниз видишь эльфа вы находитесь комнате где на столах лежат склянки ри торбы колбы ниши там кит бутылки я предлагаю осмотреть бутылки на предмет наличия надписей вдруг надписи вы не находите все что можно было считать за надпись давно вы целы один запечатанную запечатанную строки находим что им запечатанные непрежденную склянки мы находим до целых шесть бутылок я это пить не буду в таком случае я я я я возьму себе это ну ты можешь взять себе одну бутылку а если возьмешь больше то возможно ты и гокнешь давай мне одну будет где может продадим кому-нибудь ну вот а еще кстати говоря если здесь все покопаться вещей нельзя ли здесь найти определить или определить людей или скажем так собрать его из-за того что здесь имеется то что как вы знаете сделали серьезно было лаборатория свяжение конечно пострадавшие от от времени попробуй что-то делаешь ну соответственно что себя писать определить зелье как я понимаю это некий аналог некий аналог химического индикатора просил ты эльфа эльф тебе отвечает только существование лакмусовой бумажки но как она работает я не знаю ну что в таком случае нас остался я возьму одну из бутылок я знаю еще один способ нам нужен кто-то 3 на ком мы будем пробовать эти зелье да правда проблем в проем потому что они у нас здесь не то чтобы не то что с этим с этим густо еще вы еще хорошо бы хорошо бы обследовать подвал но там наверно там лика будет уже гораздо хуже со светом этот мы можем зельями покапать на засохшие цветы а вдруг что-то произойдет там много цветочков и на каждый цветочек по капле других разных зелий но проблема в том что это будет скорее всего это придет потому что мы просто потратим потенциально полезное зелье в пустую возможно ну ладно идем идем вниз думаю да получите ли соорудить из конь табунки доски и ткани подобие факела а попробуйте ну собственно сделаю это если не искать не надо здесь свечей но ты видишь что из вентиляционных отверстий проникает свет и в общем то там не темно а ну в таком случае можно просто спуститься потому что без света конечно могут хотел не хотел бы снова указаться темноте я бы задумался нам надо спускаться в подвал а там есть свет откуда проникай сквозь пол здесь на первом этаже здесь дощат дощатый пол плюс еще опыт вентиляционное отверстие в цоколе башни ну ладно пошли пойдет я могу сперед пропущу мебель хочу дискорды дискорча болит копчик после этого падения бывает а у меня ноги погрызаны от головы головой ладно так и быть придется опять идти мне такой вот такой хорошего это я живешь всего лишь собаки и слабый книжник я опыт куда мне ну я придерживаюсь значит рукой за стену спускаюсь по лестнице ну иду за ним спускается по лестнице она ведет вниз но не очень глубоко неожиданно из подвала на него что-то бросается студенистая масса охватывает его это липучка она охватывает эльфа чтобы заживо переварить разрубить липучку 5 и больше иначе гибель модификатором да не до 6 а нет ни до 6 к 18 я могу помочь пока нет пока его охватила и он должен справиться или не справиться ловкость модификатора или силу прибавляю ты прибавляешь модификатор силы как при попадании 8 ты разрубаешь липучку и вы оказываетесь помещение подвала вокруг и живой хороший воин вокруг не открывается тырость плесень везде ставят полу сгнившие бочки и корзины содержимое торснотворно воняет порыться зря и что ли весь вот в этой слизи может быть наверху или здесь найти кунь палку чтобы ей пошурдить в бочках или корзинах наверху можно поднимусь за палкой видимо за возможно кочегой от жаровни или . вы начинаете шурдить корзины из них выплескается что-то вонючее и вы начинаете задыхаться я предлагаю убраться отсюда надо пока еще не душой с этими азмами вы идете наверх я у наверх да оказываетесь в лаборатории а за липучку кстати никаких игровых очков не дает дает обязательно 45 дают 45 спасибо так собственно ничего не остается нам уходить здесь больше делать ничего но пожалуй перед уходом я пожалуй рискну и здесь у нас мы оставляем четыре стороны четыре склянки две две взяли собой я думаю четыре склянок я хотел бы вскрыть и убить и так ты вскрываешь печать и отважно глотаешь содержимое кинь кажа пожалуйста к 25 надеюсь это не урон 21 21 и это напиток смелых храбрость увеличивается на 5 всегда да у так я захотел бухнуть ну твое здоровье ну слушай вот смотри ничего опасного гарантирую тебе то есть вот стабы и стал бы человек который ходить лаборатории здесь держать что-то что могло бы убить проблем ну как присоединишься к экспериментом сейчас ты еще одну выпьешь после этого я а то вдруг это вдвоем и кочуримся некому будет откачивать справедливо достаю еще одну из невзятых открываю твое здоровье осень к 25 смелый мах лихо выпивает и вторую бутылку к себе ну просто прибавилось после первой да почему да что такое то у меня вот вечно при почему-то присосов он правильно так об 18 так и выпиваешь бутылку и это напиток силы сила увеличивается на 2 ух она вас очень нету напитка денег так теперь я еще больше хочу я даже беру одну из бутылок оставшимся на полке осталось три бутылки а пардон 4 до 6 2 выпили осталось 4 по 1 взяли осталось 2 к 25 да да это оказывается белая вода сложение увеличивается на 3 но так плюс 3 а беру следующую бутылочку средняя эльф вдохновлен он выпивает бутылку и в его все раны залечиваются сколько у тебя там было первоначально восстанови их а то есть понял ну там голова тебя покусала да у меня было 7 потом она меня покусала стала 5 до 7 возвращаем окей ну чё будем таскать с собой бутылки или бухнем ну давай вот если уже вот 8 не повезет предлагаю допить согласен ну да собственно вскрыть чокнуться и да и на брудершафт на счет 3 готов да сейчас пару мгновений так 25 готов раз два так мах выпил 13 до выбросил до это на выпиток ловкости ловкость увеличивается на 3 а ты часом не еврей а эльф выбросил 15 до он выпил и начал отплевываться прекрасно омерзительная жижа сковала его это напиток баргула ловкость ухудшается на 2 до пипец карте тебе не в то город пошло сейчас отойду в этом ловкость осталось было 13 стало 11 ну больше на ловкость ты не будешь кидать модификаторы теперь у тебя на ловкость модификатор 0 как-то неловко вышло мягко говоря парни отойду на минуту макс задумался о вечном на самом деле если поговорятся в еще и еще поговорятся в среде риторт склянок возможно сохранившийся бумаг можно ли там найти какие-то более сохранившиеся записи возможно тронутой плесенью или какой-то коробки например того чем здесь занимался владелец башни до того как с ним случилось приключилось несчастье наверху увы все остальное бесследно погибло находишь битые склянки банки пухлятину плесень опять изгвоздал руки плесень пахнет умерзительно лесный может быть еще там умер лет шептал он из-за угла из темного угла башни пришлось пить какое-то противоядие понимаете можете эти пергаменты принести как еще осталось немного кого принести пергамента зачем ну тебе кажется не очень хорошо нет у него плащ длинный господи как плохо это баргул да был напиток ну я думал что же помнить эту тварь начала здесь бестолку а вот двинуться дальше вот самое было бы сейчас самое то найти найти какой поставил двор и что-нибудь в этом духе я лишь бы пожрать и попить ты говорила ты говоришь так будто бы сейчас не не прикольно не прикончил ты бутылки неизвестно илья вот все из-за тебя не нюхот не знаю не знаю прекрасно себя чувствую то есть бодрит ладно идем выйдя выходите из башни и видите как паучья голова бодро шагает вниз по дороге я хотел бы ее догнать и пнуть как мячик делаешь это дело ты сбегаешь вниз и пинаешь голову она подлетает бьется камни падает вниз и где-то внизу поднимается и вновь шагает обратно в лес на туда где шла лесная дорога ну и пускай я за ней больше не пойду но кстати говоря вот дорога обратно в сторону города или в обсту впрочем прочь от него он сагает прочь от города а вот я бы на самом пошел 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 бы за него за него зря ты так конца концов пока ничего ничего дурного голова нам не сделала это смотря как посмотреть но казалось мне аж его в тебе вливал вливал некая некачественное зелье но тоже верно но ладно пошли черт с тобой не хорошо то с ней поступил возвращаетесь по проторенной тропки и следуете дальше за головой передвинь фишку на одну клетку еще до сторону от города ну вот вы там палочка вот идет вот так вот вот соответственно хотелось бы это она бодро шагает дальше как будто знает куда идти вы следуете за ней и в стороне от дороги слышите пение прекрасное пение неизвестной птицы напоминающий голос соловья голова на паучьих лапах разворачивается и идет прямо в направлении ее голоса идем за ней но я на всякий случай достану лук конце концов кто-то хотел поесть у тебя был лук ты мог стрелять в криллера ну не подумал вы приходите к небольшом ручью вокруг которого растут необычайно красивые цветы синеглазок они представляют собой стебли с длони видными листьями усыпанными синими цветочками похожие на шапочки голова раскрывает свой рот и выдавливает единственное слово после лапы начинают биться в агонии и мерзкое создание подыхает куда ему и дорога ну что ж я подниму мерзкое создание она совсем она совсем подохла да да она подохла и начинает рассыпаться у тебя в руках от черепа отваливается челюсть но вот в таком случае под зарослями цветов я выру ямку и и похороню череп и череп который который сделал ничего плохого от линии и который совсем не нужно было пинать может быть от этого наподох несчастный какой-то сентиментальный не важно как выгодишь а важно важно что ты делаешь а вы делаете дальше но последние слова был причем как-то слова были цветы я не чувствую какой-нибудь ощущение такой дурманищего запаха от них нет они довольно приятно пахнут сладковатком запахом может они обладают изгонять изгонять такого рода создание поэтому поэтому несчастный помер почему он отправился к ним это был это был акция осознанного самоубийства загадочная где это птица которая там красиво пела ее пение прекратилось я стоите на поле лицо что я пытаюсь найти где вообще глазами может увижу на ветке а вот я пока хотел бы ручьем в ручье смыть грязь кровь плесень с рук с одежды ты знал что здесь находится ручей а то что ты сказал ха ты видишь что ручей бьет из-под земли вот и начинаешь смывать грязь неожиданно замечаешь что рядом с ручьем находится высеченная из камня статуя девы она заросла лианами или куты или здесь судя по умку и там подобного когда мы здесь уже стоит это очень старая и подножие поросло мхом но сама статуя почищена как будто за ней кто-то ухаживал перед нею лежат высохшие цветы в таком случае закончив вы закончили все в порядок срежу пару цветов пара стеблей с цветами и положу на чашу и к статуе кладешь да 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 ты кладешь цветы к статуи чувствуешь возбуждение у тебя пересыхает во рту он с мертвыми разговаривает то возбуждается на статуе мне очень очень хочется пить но в таком случае как благо благо здесь все бьет родник то почему быть не не воспользоваться а по поводу поводу возбуждения на статуи слушай слушай я уже несколько дни в пути куда-то вот здесь и здесь очень одинокая я понял а тут знаешь как вот довольно вот смело резец скульптора все дела вот смотрите какие формы вот пью из ручья и ты пьешь из ручья и о чудо твои раны начинают заживать прямо на глазах и к 6 чтобы узнать сколько ран у тебя исцелилось час часы кино ты исцеляешь пять очков риска они мне становится больше чем было или не может быть больше пока чем было жаль тем не менее вот копчик наконец перестал болеть неплохо уже неплохо благодарю деву ручья глядя на тебя я подхожу и тоже пью из ручья так на всякие есть что исцелять она ничего не происходит вот ну что делаем дальше я думаю что давайте дальше по дороге а по идее она должна повести кончу место где может быть нормально переночевать вы отправляетесь дальше да думаю думаю да переместите пожалуйста фишку еще на одну клетку хорошо или продолжаете по дороге вы видите что прямо на ней стоит разбитая полоска вокруг следы крови и борьбы сушники и звуки нет но что вы делаете подходим исследуем да вот осталось только начинаете оглядывать все вокруг и в кустах видите лежащие цело тело людей а в сторону леса уходит след как будто что-то тащили а в полоске что-нибудь осталось нет ничего нет возможно кто-то из них выжил ну тогда надо их осмотреть ну вот видишь приметы кузовку приметы траву возможно из этих людей кто-то выжил и этот он опал их тащил в к себе логово возможно кого-то утащили в качестве мяса ну скорее всего сам почему-то не утащили этих возможно более нежное было а эти тела на них следы укусов и следы от оружия любят оружие вот скорее всего хочет заложников или что-то вы что-то в дубке работники я предлагаю надо обшуманать тела чем я собственно говоря и займусь вы видите что тела уже изрядно обобраны и кроме одежды нечем поживиться да уж точно не благородные рыцарь их убивали добываю благородную рыцарю рыцарю бы еще путела растерзали смотри в целом можно как минимум посмотреть куда это еще это оттащили тела если судя по дороге либо сообщить об этом местным властям либо может быть сами и самим отбить и получить некоторую благодарность от спасенных их семей на твоем месте я с властями вообще бы не связывался я что я что похож на вора убийцу и кого-то еще к тому же у меня до первого момента были совершенно прекрасно отношения с властями и вообще ничего не было но что гораздо важнее если воров так много то возможно у них есть еще что-то ценное насчет на кого ты похож я помолчу оба в разодранной одежде но мах побылся только что одежды же он не за что пол после всех приключений к сожалению это называется художественный беспорядок и так сейчас модно рваный рваный накоенник штаны и там рубашка это вот это мода главное чтоб они не были обслюнявлены при этом мертвой головой какой-нибудь ну чё идем туда или ну его идем в сторону города я тут прошел бы некоторое время и сразу не привлекать внимание у нас более удачливый я пойду за тобой мах идёт по следу стараясь и теряется в лесных зарослях а вот если присмотреться там нет обломанная ветка капли крови хорошая попытка кинь проверочку мудрости соответственно дэль что же такое то и выбросил 5 я пока я сейчас выкинул до 6 а должен пожелать маловато давай-ка выкинул потому что месяца мудрость давай напряги мудрость а все силы 15 ты находишь куда ведет след он ведет в сторону леса точнее в лесу сторону большой лесной поляны а на этой поляне а на этой поляне возле раскидистого ясеня 5 человек сидят на четвереньках и считают золото рядом стоит лошадь груженная двумя большими мешками обращаюсь к кайфу чтобы не привлечь внимание вот этих вот насколько хорошая то стреляешь и звука на еще не пробу отличный ответ точно это точно и фоне вот они там не знаю я не стану я не стану прошу тебя будут в настоящий раз в идентичности меня называли козленком отряде враги называли козлом поэтому не знаю смотри можно кстати их отлич у тебя сейчас толстая магия может быть может получиться их отлич и чего ну если если это разделится в целом может есть шанс с ними даже справиться хотя 5 слишком много на двоих но если их начать убивать издали там да могут добежать не все вот и плюс еще и часть можно как раз отвалечь с помощью твоей магия сначала таким образом разделить разделив их и соответственно вот биться с ним по по частям попытка не пытка можно попробовать и так сначала трилем а потом делить будем и сначала делить потом мне кажется сначала делить а потом уже потусла когда часть отбежит а если они любят все то можно будет просто украсть ложь то думаю выдержит поливар не вынеси двоих лошади груженые мешками лошади и кембе вроде была одна а пардон сейчас это важный момент и даже есть собой будет больше 1 1 нагруженная двумя мешками мы все-таки две груженных один хорошая попытка хорошо и ладно я использую магию голоса и так эльф начинает колдовство тебе надо бросить к 100 чтобы узнать подействовали твои маги или нет по правилу на в 33 процентах не действует в общем больше три больше 33 до и так раздается в голову стороне от поляны что-то кричишь идите сюда разбойники насторожились уже мою уже вера из них достают оружие и бросаются на голос голос ведет их в лесную чащу и ничь они там исчезают один разбойник испуганно переглядывается скидывает золото в мешок грузит его на лошадь садится и готовится рвануть я достаю лук бросай попадание я пока брошу ему жизни а там модификатор для модификатор ловкости это ловкость или это на лук ловкость а тогда у меня нет модификатор бутылочки хватило так сказать могу пользоваться луком на только кинжалы так эльф выпускает стрелу из лука она исчезает в зарослях разбойник пришпоривает лошадь и исчезает в лесной чаще получится успеть его перехватить мы только если ты ловкость выкинешь 18 а я попробую к 18 плюс 2 ух зараза и разбойник скрывается вот так у нас прекрасно повоевали а на поляне не остается никого давай давай проследим за ним за кем за ним-то он ускакал а да но лошадь оставляет следы да он может будет быть все везде не скакать а не поздно ему надоест а то можно кинул свою кинул своих и с одним справиться гораздо проще чем еще с петербурга это да так если минус одну стрелу напишу ну то есть ты предлагаешь идти по следам лошади да ну пойдем тем более сейчас те вот видимо через некоторое время вернуться их тоже возникло такое желание идти по следам лошадя так что вот здесь мне кажется вы довольно важно быть первыми итак вы идете по следам лошади она выходит снова на дорогу и вы двигаетесь дальше по дороге передвиньте еще себя на одну клетку вы идете изрядно уставшие и видите как навстречу вам двигается крытая тентом повозках там люди видны какие-то вокруг видно что в повозке сидит человек необычного вида а что в нем необычного выложите тролли тролли пожалуйста да что такое нет не получается вот так он выглядит внезапно отсылочка на ли мы куда отсылочка на ли на станислава ли мы приближается уважаемый и спрашиваю я его не попадался ли тебе человек на лошади он оглядывается и говорит а не хотите ли что-нибудь купить или продать мы бы сразу еще хотели бы купить все наши деньги у него скакали на том человеке человек тяжело вздыхает отворачивается и погоняет лошадь дальше пропускаю я мимо вас хотя бы увидели не видели сказать что ли сложно к чему след воск все удаляется и удаляется пока не совсем не скрывается с из виду а ответил бы сказать о бандитах впереди ну да а так в общем добрее надо быть с людьми ну чё идем дальше передвигаетесь на локацию и выложить пожалуйста на карту локацию номер 12 что-то знакомое мне что же это то ли башня красного мага то лечит такое и так впереди показался замок минуя реколесье они высоком холме весь холм был изрыд как будто его много раз вспахивали бритвенных виднелись следы древней кладки сам замок опоясывала спирали еще крепких стен за которыми виднелась крыша большого прямоугольного каменного здания венчала замковое строение массивная круглая главная башня широкая грунтовая дорога и лавас прямо к открытым воротам их створки хлопали на ветру вокруг никаких у меня к в жизни прекрасно человек ехал отсюда а место выглядит каким-то заброшенным и безжизненным а никого не видно другой стороны если бы может оказаться там а следов лошади нигде не видно нет что пойдем посмотрим в замок в конце концов уже в крайнем случае это там полностью может быть пытаться пытаться переночевать даже если там никого нет если там никого нет но слушай на стали вот так вот вот эти хлопающие ворота тишина дым не понимается из труб хорошо если там ничего хорошего нет 1 идем у нас другого выбора особо нет вы входите попадаете во внутренний двор на западной стене виднеются две башни высокая квадратная и то что южнее угловая от внутрь закрывают массивные двери на востоке огромное мрачное каменное строение напоминающая то ли дворец то ли собор с башенками зубцами на стенах хода не видно но можно обойти его вокруг с северной или южной стороны и так вы можете идти налево квадратной башни обходить двор слева пойти направо угловой башни или обходить двор справа я бы поднялся на башню я оттуда посмотрел вообще человек как видно на круглый квадратную наверно квадратную мне кажется на выше она выглядит очень высокой и узкой да да попробую нее ну тогда идем туда вы подходите к башне и видите что она заперта массивной дверью она на носов или на замок видно что там есть замочная скважина я достаю свой любимый набор ключей вставляешь замок и дверь открывается я подозреваю что стали свидетелями гигантской гигантской аферы от одного производителя замков одного кузнеца который изготовил кучу одинаковых замков с одинаковыми ключами и всем их распродал может он каждый раз разно из этой связки достает ну да у меня мастер ключ вообще в конце концов не тебе этот возмущаться радуйся от все открываем нет нет я просто я просто если вдруг поймется замок я скорее всего я скорее всего буду пищу пищу какую-нибудь другую жатью на другом королевстве если ты потеряешь ключ обращайся ко мне ну так иначе открываем дверь там а чё там дальше вообще вы можете зайти внутрь заходим внутри смотровой башни пыль и запустение повсюду перевернутая мебель покосившийся стол да грубые табуреты в углу на конченовом стуле сидит нищий и приветливо улыбается он мажет магу как старому знакомому а я надел в лохмотье этот самый он очень тебе кажется знакомым он улыбается тебе и жестом подзывает поближе подхожу собственно вот я бы спросил какие-то судьбами напомню что он нем и я несколько смущен то что он здесь сидит за закрытой дверью но традиционно даю ему одну монету из своих гигантских запасов он машет тебе мол не надо а протягивает к тебе руку раскрывает ее на руке игральной кости ну если ты хочешь сыграть то почему бы и нет жестом показывал эльфурта что как бы все в порядке ну вроде все в порядке ты будешь бросать кости да я буду бросать кости кинь к 18 в общем так ощущение что я сейчас играю на свою жизнь какие-нибудь модификаторы стремятся нет 15 теперь нищий бросает кости 7 а я я нищий машет головой и предлагает тебе бросить еще раз может не отрубить ему голову нет ну слушай это несчастный нищий человек к тому же к тому же не мой ну пусть я понимаю что он не твой но 16 нищий бросает кости 18 нищий радует а я делаю ай-яй-яй и предлагает тебе бросить еще раз сейчас мы можем застрять на всю ночь отыграться показывающему что еще три еще три партия он соглашается он протягивает руку говорит ему бросай жестами ну ну три ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой если дать трех побед то тебе оставалось четыре ну а теперь два два нищий радуется машет на тебя рукой и кивает эльфы мол подходи а вот отыграться предлагаю ему отыграться У вас два-два. Машет на тебя и эльфа подзывает. Подхожу. Будешь бросать? Буду. Бросай. 18 уже, да? 15. Бросок нищего. Один. Он машет головой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Будешь еще бросать? Десять. 14. Ай-яй-яй, качаю головой я тебе говорю. Будешь еще бросать? Девять. 15. Ай-яй-яй. Дьявольски везуч, говорю я. Старик радуется, встает, начинает приплясывать. Пляшет вокруг вас и внезапно начинает исчезать. Напоследок он снимает свою широкополую шляпу и машет вам на прощание. Кто-нибудь выложите кора на карту? А я машу ему на прощание руку. Вот так он выглядел. Ничего не произошло, но у эльфа куда-то исчезли 300 игровых очков. Хрена себе. Почему всегда я? Так. Поднимемся наверх, это башня. Лестница разбита, все валяется, подляться наверх не представляется, никакой возможности. В подвалах тоже нет. Да? Ну тогда пошли в другую башню. Да, в кругу. Это мрачное здание мне хотелось бы осмотреть в последнюю очередь, уж больно какое-то мрачное. Вы выходите из квадратной башни во двор. И видите на севере массивная прямоугольная башня прямо в крепостной стене. На западе собственно башня, из которой вы вышли. На юге в большой каменный дворец посреди замка ведут две двери. На востоке проход в другую часть двора. Между башнями стоит повозка. В ней что-то лежит. Рядом выложены в ряд тела завернутые в рогожку. Что вы делаете? Погоди-ка, когда мы зашли в башню, проходов в замок не было. Было-было. Вы просто прямо прочесали к башне и не увидели, что вокруг. То есть полоску вы тоже не заметили. Да, полоска стоит дальше. То есть она находится прямо от вас. А кто-нибудь есть, кроме тела, которое лежит? Ничего нет. все это в высшей степени подозрительно. Я не хотел бы ковыряться в этих трупах. По крайней мере, пока. Давай сейчас попробуем перебежать в сторону прямоугольной башни, так, чтобы не привлечь внимание от того, кто-то здесь может за этим все это сделал. Как тебе эта мысль? Ну, попробуй. Я пока по контролю двор отсюда. Мах перебегает к прямоугольной башне и видит, что она тоже заперта массивной дверью. Знак показывает Ульфу, что кто-то сломал, чтобы ему кажется пронавить связку ключей. Окей, иду к нему. Достаю связку, пытаюсь открыть двери. О, чудо, ключи подходят. Двери открываются. Будете заходить? Да. Да. И притворить за собой дверь, как будто бы так и было. Вы видите, что внутри просторной башни лежат еще тела, завернутые в старые сауны. И возле тел вы замечаете двух гулов. Это мы не очень зашли. Выложите гулов на карту вместо кора. Кора можно убрать, а гулов и... Вот. Какие они насекомоподобные. Они потрошат тела. Увидев вас, они издают пронзительный звуки и бросаются в вашу сторону. Опоздал. Что вы делаете? Что надо драться? Да. Ну, что ж, резких движений надо достать пинжал и пытаться наценить бегущего подслугу на него. Да, бросить инициативу. Уф. Я выпресил четыре. Маг три. Увы, гулы начинают вас терзать. Первый гул атакует мага. Его клюв проходит мимо. щелкнул где-то в стороне. Второй гул. Набрасывается на мага. Бежу. Бридж. А вот это же попадание. Попадание. Итак. Наносит свою атаку. Ой-ой. Отнимает у тебя одно здоровье. А, одно? Да. А, это хорошо, потому что... Но это еще не все. Он пытается вызвать паралич. Мне нужно кидать сопротивление? Нет, я еще на попадание в смысле подействия вызвал или нет? Нет, не вызвал. Теперь ваша атака, но я сейчас брошу им на жизни. Собственно, насадить тварь на кинжал. Так. Я, как всегда смечу. Да, что ж такое-то? видимо, немного яда замедлили мои движения. Так, я могу кидать? Сейчас. Опять упитанные гулы, здоровые. А, можешь кидать на попадание. двадцать. Твой мощный удар был мощен, но меч лишь с лязгом отскочил от бронированного хитиного панциря гула. И, Пет, сколько ж мне в него надо попасть? гулы наносят ответные удары. Первый гул бьет мага. Я предлагаю бежать. И мимо. Второй гул бьет мага. Ты бросил К6, а не КВ-17. Для первого гула. То есть, мне выстроить вариант мимо, но вот хочется быть честным. В смысле на паралич или что? А, нет. Не, на попадание. Да, на попадание. Ну, К6, да. Подождите. На попадание до 18. Ладно. Перебросим. Не жалко. 16. Ну, это, конечно, печальнее, но да, это попадание в меня. Вот теперь уже можно урон там, все такое от первого. Отнимает у тебя одну жизнь. Пытается вывезть паралич. Нет, не влюблен. Что-то мне нехорошо. Так, второй. Бьет эльфа. Нет, не попал. Угу. У меня 13 или 14. Ну, ты говори, попал, не попал сразу. Черт, подожди. Теперь ваша очередь. Валим отсюда. Эльфа. Сможешь быстро закрыть дверь? Да, у меня 14. Эм... Вам нужно бросить к-6 на убегание. Прибавив ловкость. Угу. давай, у меня теперь с ловкостью все хреново. Так, эльф. А, так, эльф может не прибавлять ловкости, я перепутал. Эльф убежал. Мах? У меня тоже 4. эльф. Эльф. Ты тоже убежал. Вы выбегаете из башни и захлопываете за собой дверь. Гулы скребутся изнутри. Я закрываю дверь на замок. Теперь можно выдохнуть. Вы попадаете во двор с трупами и повозкой. Вы можете идти прямо по двору, повернуть направо ко входам в большое мрачное прямоугольное здание или обходить двор с правой стороны по направлению к угловой башне. Давай для начала посмотрим тела, потом пойдем к угловой башне. Мрачное мрачное строение напрягает. Брум-брум-бум-бум. Ну давай, я иду за тобой. Да, вы идете. Сначала хотелось бы посмотреть повозку и тела. Итак, ты подходишь и видишь, что тела накрыты, а в повозке тоже грудой навалены еще трупы. На углу сидит ворона и что-то клюет. Если отдернуть Рогожева, тела, они убиты или это следы болезни или что там вообще? Ты хочешь осмотреть тела, которые в повозке или которые на земле? Которые на земле. Ты одегиваешь Рогожу и видишь, что они мертвы уже давно. Многие высохли и истлели. Но Рогожу новая. Да не очень. Я в этот момент пытаюсь осмотреть тела в повозке. Неожиданно ты видишь, что на одном из тел мерцает крест. Он именно сам по себе светится. Мерцает? Не знаю. Можно подойти посмотреть. Я подхожу смотрю. Но тут беда, что ворона тоже замечает его. Хватает его клювом и пытается улететь. Но крест он же на шее у трупа. Она сдергивает его. А может он не закреплен был. Не знаю. Ворона улетает с крестом. Что делать? Достаю лук и пытаюсь ее сбить. Учеркивай стрелу и кидай проверочку на ловкость. Пипец. Плохо. подраться из-за денег. 18 бросай. Стрела проносится мимо и ворона молча улетает в неизвестном направлении. Хорошо, что ворона клевала там. Мне даже осталось на телеге. Она там сидела и клевала. Можешь посмотреть. Подхожу смотрю. Везде валяются одни только лишь тела. Сохший или более свежее? Есть свежие, а есть усохшие. И сцену был только крест, который достался очень богатый вороне. Не факт, что он был ценный, может он был радиоактивный. Но по крайней мере его стоило рассмотреть, а теперь рассматривать нечего. А куда полетела ворона вообще? Ты не успел разглядеть. Может на башне? Пасхуду показывают показывают кулак вороне если он вдруг видит. Ничего не происходит. Ну что, у нас остается только собор, так понимаете? Можете продолжать идти прямо по двору и повернуть направо. Ну прямоугольная башня остается от вас слева, вы можете идти прямо по двору или направо повернуть к массивному строению. Пошли по двору. Я ходил по улице пока пошарится. Вы идете по двору. С него виден выход из замка через небольшую дверь. Другой не через который мы вошли. Вход в главную башню центральное строение и массивную прямоугольную башню северной стене откуда вы вышли собственно говоря. По двору бесцельно бродят несколько человеческих фигур в лохмотьях капюшонами на головах. Добрый вечер подает голос маг. И все еще раз говорю с крупами говорю я. Да они бесцельно же бродят. Фигуры реагируют на голос поворачиваются к вам и начинают идти по направлению к вам что-то бормоча себе под нос. Ты видишь что под лохмотьями желтеет кости а под капюшонами черепа. Да я все еще раз говорю с трупами. Сколько их? Их шесть. как тебе как тебе выслей осмотреть собор или замок как он же скорее причем не приближаются приближаются бармача вы прислушивайтесь и слышите слова это сон это сон говорят некоторые другие некому меня разбудить некому меня разбудить что вы делаете может ну его и мы пойдем куда-нибудь назад в здании например да я как раз хотел бы броситься в сторону большого зала который либо собор либо замок в ту сторону ну решайте бегом да вы бросаетесь бегом по направлению к мрачному зданию и видите что в него ведут две двери одна соответственно западнее а другая восточнее какой вы броситесь ближе к вам восточная дверь буду туда в ближайшие плода вы дергаете двери видите что она заперта ключи остаюсь дверь отворяется и вы а что мы там видим вы не успеваете рассмотреть либо внутрь либо нет заходим чё вы захлопывает самой двери захлопываете дверь дверь захлопывается и вы видите что по углам залы стоят каменные статуи как только вы заходите статуи оживают и начинают двигаться на вас они быстрые и зал зал один или там есть зал один но там есть еще двери слушай есть уже не так плохо или спим пробежать мы можем стравить скелетов и статуи размером могут пойти в тутое через которую мы вошли сюда но это надо попробовать я не знаю размером она меньше до статуи большая дверь поменьше начала выскакиваем обратно на улицу до дергает дверь и видит что она не открывается а статуи все приближаются но у меня есть ключи ты вставляешь ключ он проворачивается но дверь не открывается сам достигает вас одна из них наносит руку для удара а мы можем от них убежать пробуйте главный вопрос не убежать от статуи а куда а некуда там из помещения ведут двери одна в которую вы вошли другая на востоке третья на западе и четвертая на юге а вы вошли через северную я думаю что в центральную которую южную ну давай давай в южную вы подбегаете к двери дергайте она заперта ну ключи дверь не открывается черт дергайте она тоже не открывается и ключи тоже не подходит никак маг кричуя кто криви кто этот как его ругал производителей замков мне вопрос эта штука считается каменной она каменная стадо мака дать способность отгонять цитирую каменного и обратней ты меня спрашиваешь ты пользуешься возможностью или нет да я хочу воспользоваться те мистическими знаниями которые у меня есть и попытаться выпустить из себя гоняющие эманации против оборотней против них может быть может и сработает маг использует отгон каменного бросаем за первую статуи там еще зависит от уровня значения но это не понял как работает на первую статуи ничего не подействовало это плохо на вторую статую не подействовало ах ну кем девять или больше на третью статую третья статуя замерла неподвижности четвертая статуя не подействовало статую начинают наносить вам удары давайте бросим на инициативу еще раз у меня 6 слишком долго бегали ты будешь это успех первая статуя наносит удар помогу пробах вторая статуя наносит удар по эльфу попало нет третья статуя наносит удар по эльфу промах слишком медлительный так у нас осталась одна дверь которая не проверена скорее всего она тоже заперта скорее всего да и выбор судя по всему удерживая дверь удерживается заперта магия магия статуй поэтому остается только поэтому остается только одно есть окна есть но очень высоко в таком случае бью статуя которая как раз помахнулась по мне вот она сейчас красотка должен выбрать последовательность к3 бросить и тогда узнаем по какой статуе ты попал какая-то статуя замерла она не участвует в бою да покажи что ж такое это смес сейчас извините меня по клавиатуре надо жить своей жизнью так собственно сейчас и я бы по 3 статуя до до но видимо вот зэк по кирпичу таким желудоку попортить да сейчас это восклицательный знак да и к3 контр-ц контр-в а 3 статуи то есть она который не такого удар мяча нет он бьет по движущейся статуи та которая угрожает твердой она не участвует попадание бросая атаку м и отколол от статуи большой кирпич статуи на нам начинают наносить вам ответные удары первая статуя по эльфу омах вторая статуя по эльфу ой что-то я не то по магу получается не-не-не по эльфу попадание есть да попало так бросаем атаку и сейчас мы узнаем как это совершено жуткое на отнимает у тебя две жизни третья статуя помогу для этого хватает на отнимает у тебя пол жизни так ну что ж продолжу продолжу бить статуи кинжалом здесь заговором для себя против не поможет четвертая статуя все еще стоит она стоит безжизненно на самом деле или лучше бить девять это маловато конечно я попробую их еще подгонять отгонять можно только один раз окей тогда соответственно на кого-то подействовал на кого-то нет ты нанос удар по первой статуе так и собственно мой да что ж такое-то извините о падание и наконец-то заговоренность серебро начинает свою работу откатывай откалываешь еще один крупный кирпич да сейчас это ты сорян а по какой статуе тогда попал я 3 под 3 которые участвуют в сражении запишу себе бумажки записываю где по какой урона сейчас ты по какой попал по первой и ты у нее пятерочку да а утрите 7 вторая еще полу наносишь удар по третьей статуе это хорошо но промахиваешься это плохо статуи начинают отвечать ударами первая статуя бьет мага ура мах 2 статуя бьет эльфа промах третья статуя бьет эльфа промах ура мах ну-ка дай-ка сия третий статую начинает мутузить я третью смотрю люблю нежно прям удар и промах так бью бью я вторую да открываю счет так сказать да извините так попадание мах и остается один мах один на один с тремя статуями это не очень хорошо ну что они закончили да но собственно мне остается только прихватить двумя руками кинжал и соответственно как сражаться до последнего потому что выхода нет это конец я блюдо приходится по 3 статуи сосредоточиться попадание 3 урона калываешь еще один кирпич статуи бросаются на тебя первое это падание попадания отнимает у тебя одну жизнь я все еще жив вторая статуя промах в 3 статуя промах ну чтож 2 статуи удар зараза промах первая статуя промах вторая статуя попадания попадания отнимает у тебя 05 жизни я все еще жив третья статуя это было не до отнимает у тебя две с половиной жизни вот это уже уже достаточно мах падает на землю и в муках умирает над вашими телами замирают каменные статуи конец это должно быть радуется очень богатый очень богатый вор и очень богатый очень богатый разбудник и очень богатый ворон увы ваша игра завершена ну что ж и никто наши тела саваном не накроет может быть это со статуей довольно заботливая не там как знать ваша жизнь закончилась а игра то продолжается история как получить все и потерять все надо надеюсь вам понравилось да спасибо спасибо его вам наилучшего благодарствуем с того света